Вступили в силу законы, принятые Верховной Радой в минувший четверг. Власть пока воздерживается от применения силы. Со слов представителей антимайдана, со сцены Евромайдана прозвучал призыв к владельцам зарегистрированного оружия записываться в незаконное вооруженное формирование под названием Национальная Гвардия. Как относятся к этому сторонники Евромайдана и их противники, выясняли наши корреспонденты. Юрий боится показывать лицо и называть фамилию. Он боевик, хотя служил в Советской Армии и состоял в Комсомоле и КПСС. Почему я здесь? Потому что у меня два сына. И я просто стою, чтобы они жили, а не существовали. Вы считаете, если начнется война, вашим сыновьям будет лучше? Как сказал один полководец красивый, лес рубят, щепки летят. Информационный центр Евромайдана отныне должен записывать добровольцев в незаконное вооруженное формирование. Такая новость просто ошарашила рядового сотрудника-волонтера. Я за то, чтобы свернуть на Грушевского эту бойню и все-таки попытаться мирным путем, вот такой, какой я сказал, разрешить эту ситуацию. Владимир Кардаш в прошлом судим. Отсидел 10 лет в тюрьме. Ему за 70 и он относится к угрозе войны бодро, хотя и не уверенно. Дорогие гости Киева, кто приходит с миром и добром, добро пожаловать. А кто приходит с мечом, тот умрет от меча. Тем временем сторонники президента и партии регионов думают не о войне, а о том, как ее не допустить. Мы полностью поддерживаем нашего президента и политику, которую проводит наша власть. И если они считают нужным это разогнать, значит мы с ними. Тем не менее, большинство участников митинга в поддержку президента настроены миролюбиво и не допускают мысли о войне. Что бы я хотел сказать, чтобы их лидеры, их руководители призвали их остановиться и прийти все-таки к решению проблемы мирным путем. Дважды они уже протягивали руку Евромайдану и были дважды отвергнуты. Антимайдан на этот раз намерен стоять до конца.